Сегодня по состоянию на 8 утра на территории лесного фонда Забайкальского края действует 8 лесных пожаров. Прошедшие сутки силами лесопожарных формирований ликвидировано 11 лесных пожаров на площади более 23 тысяч гектаров. Забайкальская писательница Надежда Гуменюк стала лауреатом литературного конкурса «Новая проза» в республике Бурятия. Симпатию жюри завоевал ее рассказ «Женькины счастье». В поселке Забайкальск появится улица имени Михаила Болотова. Чебана – героя социалистического труда. Это решение одобрили депутаты Законодательного собрания Забайкалья. В Чите стартует конкурс на создание логотипа Центра спортивной подготовки Забайкальского края. К участию в нем приглашаются все желающие, а предоставить к рассмотрению разрешается до трех работ. Участники общественных слушаний проголосовали против сброса технических вод из реабилитационного центра компании «Забжеде». Ее представителям не удалось убедить граждан, что труба с выходом в озеро будет безвредна для экологии Арахлея. Администрация Красночекойского района рассматривает возможность строительства подвесного моста через реку Чекой. Разрушенный мост, у которого 2 июля из-за сильного порыва ветра сломалось крепление тросов, собираются демонтировать. Нападающий футбольного клуба «Чита» Алмаз Фатихов перешел в Ярославский шинник, выступающий в ФНЛ. 27-летний спортсмен в прошлом сезоне провел 18 матчей и забил 7 голов за футбольный клуб «Чита». 10 июля в Краеведческом музее выступит кандидат исторических наук из Австрии Ольга Поворознюк. Она расскажет о социальной динамике в регионе Байкало-Амурской магистрали.